а немножко что почитала чат перед началом да не оправдала я ваших ожиданий не в костюме сне в урочке и более того не буду сегодня вам рассказывать про то как сделать удачное очень хорошее мероприятие по празднованию нового года и рождества я вам буду показывать о том как мы можем использовать ресурсы учебников и пособий для подготовки к новому году и рождеству для больше такого мне кажется новогоднего настроения но какие-то вещи допустим песни стихи игры конечно же вы можете использовать и на своих мероприятиях хотя я думаю что не очень это актуально по времени уже 8 декабря начинать готовить какие-то рождественские или новогодние мероприятия потому что на мой взгляд немножко поздновато но тем не менее так вот где то слышно с перебоями видео будет будем надеяться что ничего никаких сбоев не будет поэтому видео будет в крайнем случае утром сбоев не было видео с утреннего вебинара точно есть так что хоть какое-нибудь видео точно будет и презентация тоже будет доступна я вам сразу отвечаю на вопросы которые точно последуют дальше да итак поговорим мы о подготовке школьников к празднованию нового года и рождества осмотрим примеры из курсов и пособий издательства титул прежде чем смотреть сразу на примеры слушать песни у нас сегодня много песен приготовлено посмотрим немножко на теорию какая же связь между темой праздников и федеральным государством образовательным стандартам на первый взгляд можно сказать вообще до ее довольно мало но на самом деле если очень подробно разбираться то конечно же связь а очень хорошо прослеживается смотрите пожалуйста использование темы празднования рождества и нового года позволяет решить ряд задач поставленных федеральным государственным образовательным стандартом среди личностных результатов это воспитание и разностороннее развитие школьников а также формирование и развитие социокультурной компетенции. Что касается предметных результатов, то это закрепление и активизация лексического и грамматического материала, это постановка речевых навыков и развитие фономатического слуха. Метапредметные результаты – это умение планировать пути достижения цели, потому что каждое, будь то мероприятие, либо это урок, мы работаем с определенными заданиями, как правило, при работе с какими-то заданиями или упражнениями у нас всегда есть цель и задачи, которые нам нужно выполнить. Сюда также входит умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать в группе и формирование ИКТ-компетенции. Потому что ни один праздник, ни один урок иностранного языка не обходится без привлечения средств ИКТ, будь то просто включенное аудио, то есть использование аудио каких-то ресурсов, до использования интерактивной доски, когда мы используем интерактивные приложения, обучающие компьютерные программы. Здесь тоже это есть, и я вам покажу, что касаемо Нового года я вот такое вам на сегодня приготовила. С точки зрения воспитания разностороннего развития школьников, мы с помощью празднования Нового года и Рождества прививаем культуру празднования данных праздников и ознакомим с национальными особенностями празднования Нового года и Рождества в других странах. Презентацию можно будет скачать только завтра. В закреплении и активизации лексического и грамматического материала происходит не статичное заучивание лексики и грамматических конструкций, а использование изученной лексики и грамматики с целью формирования коммуникативной компетенции. То есть, когда мы проходим тему Новый год, мы такие примеры сегодня с вами посмотрим, мы не просто заучиваем какой-то объем лексики и повторяем какие-то грамматические конструкции для того, чтобы просто оттренироваться на упражнении и забыть потом. Нет, конечно же, мы изучаем слова, изучаем грамматику для того, чтобы потом можно было пообщаться на эту тему. Формирование и развитие социокультурной компетенции. Сюда входят знакомства с культурой празднования Нового года и Рождества в странах изучаемого языка и формирование дружелюбного и толерантного отношения к празднованию Нового года и Рождества в других странах. Так как мы с вами на каждом практически уроке, когда затрагиваем тему Нового года и Рождества, сравниваем Деда Мороза и Санта Клауса и так далее, то, как вручаются подарки, то, как украшаются дома. И все это, естественно, разное в разных странах, поэтому нужно воспитывать у ребят толерантность по отношению к данным реалиям. В курсах, в материалах уроков включаются игры, стихи, песни, посвященные празднованию Нового года и Рождества, которые, конечно же, органично включены в учебный материал. Либо у кого перебой со звуком, либо звук с перебоем, с перебоями, то попробуйте заморозить со мной видео. Для этого наведите курсор мышки на видео со мной. У вас появятся такие четыре значка. Вот самый правый значок, такой похожий на камеру. Если вы его нажмете, то видео у вас заморозится, и скорость будет немножко побольше, и звук будет лучше. Да, вот коллеги уже делятся темами, видимо, исследовательской работы или проектной работы. Коллеги, оказывается, изучают тему празднования Рождества в странах англоязычных и в России. Интересно. Хорошая тема, действительно, для проектной работы, для любой, в принципе, исследовательской деятельности. Но мы с вами сегодня поговорим ближе к реальности, к, в принципе, любому уроку. Перед вами примеры с happyanglish.ru для второго класса, часть первая. Посмотрите, уроки 31 и 32. Посвящены оба урока, конечно же, празднованию Нового года и Рождества. Для тех, кто не знает сюжет учебника, скажу, да, так как это уже 31 и 32 урок, то здесь уже герои детям знакомые. Может быть, кто-то не видел ни разу этот учебник и не знает. Напомню, что есть девочка Аня. Она с родителями прилетела в Англию, живет в Лондоне, гостит в семье Димонов. И Аня учит английский язык вместе с Вороном, Седриком и его помощником, попугаем Робинзоном. И Седрик в данном уроке как раз рассказывает Ане о том, что в волшебной стране наступает Рождество. Спрашивает, будет ли она с ним его отмечать. Аня отвечает, конечно, Седрик. Я ведь никогда еще не отмечала Рождество в Англии. А ты, несомненно, знаешь много рождественских игр и традиций. На что Седрик отвечает, что он старомоден, но постарается развлечь, как может. И просит, может быть, позовем Робинзона, повеселимся все вместе. Как же они веселятся? Конечно же, они веселятся, изучая английский. Первое задание. Посмотрите, буквы играют в прятки в комнате, украшенных Новому году. Найди буквы, назови их по именам. То есть ребята смотрят на елочку. Посмотрите, здесь вторая часть разворота. Большая-большая елка, вся усыпана новогодними шарами. Во всех шарах есть звуки. На игрушках, посмотрите, на подарках везде лежат разные буквы. И нужно, соответственно, их все найти и собрать. Смотрите, да, найди буквы, назови их по именам. Второе задание. Подари каждой букве подарок с елки. Звук или звуки, который или которые она может обозначать. То есть тоже такое, да, задание, превращенное в волшебное, в новогоднее, в рождественское. Третье задание тоже, да, с этого же разворота. Посмотри на картинки и прочитай рождественские слова. То, о чем мы с вами говорили буквально, да, пять минут назад. О том, что мы не просто учим какую-то лексику, мы ее обязательно используем. Посмотрите, дальше эта лексика у нас с вами обязательно встретится. Следующая страничка. Мы поем Седриком рождественскую песенку. Конечно же, в песенке есть все до этого изученные слова. Но все равно, так как песенка у нас такая большая, первый раз встречается, то слова все Седрик написал в транскрипции. Для того, чтобы читать было легче. Так как ребята, как раз, да, и Аня в том числе, учились читать именно звукобуквенным методом. И сначала он просит прочитать, а потом спеть. Мы с вами читать, конечно, уже не будем, но и более того, я вам скажу, мы не сможем с вами, к сожалению, смотреть на слайд и слушать музыку, потому что аудио я вам сейчас включу, а вот одновременно и слушать аудио, и смотреть на слайд у нас с вами не получится, потому что не позволяет так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я надеюсь, что у большинства из вас музыка проиграла и закончилась. Либо если не проиграла, не закончилась, значит, я говорю сверху с музыкой. Да, вот коллеги пишут, что да, закончилась. Ура. Итак, мы еще раз с вами немножечко посмотрим на сам текст песни. Вот уже коллеги мне подсказывают, что Кларса Аковна Калфман нас тоже слушает. Здорово. Итак, посмотрели, да, мы с вами на то, как представлено данное задание. Перейдем к следующей страничке. А на следующей страничке у нас как раз рубрика «Путешествие в королевство», где Ворон Седрик рассказывает Ане, давайте я немножко приближу, о том, чем отличается Рождество в Англии от Рождества в России. Рождество в Англии, наверное, самый любимый праздник. Его отмечают 25 декабря. Вся семья собирается вместе. Если подросшие дети живут в другом городе или даже в другой стране, на Рождество они все равно стараются приехать домой к родителям. Люди идут в церковь, а затем все вместе обедают, распаковывают подарки и играют в веселые игры. Аня говорит «Я бы тоже хотела поиграть», на что Ворон ей отвечает «Давай я покажу тебе мою любимую рождественскую игру». И, пожалуйста, как раз на следующей странице у нас с вами игра. Игра под названием «Елочка». Игра с карточками. Смотрите, давайте поближе вам сделаю. Нужно разделиться на группы по 4-8 человек, вырезать из разрезного материала рисунки животных и предметов и разложить их на стол картинками вверх, так, чтобы получилась елочка. Через минуту закрыть рисунки. Каждый из игроков должен попытаться вспомнить, какие животные и предметы были нарисованы на картинках, и в течение пяти минут написать по-английски их название. Побеждает, конечно же, тот, кто вспомнил больше всех названий. То есть такая игра у нас, посмотрите, да, она на память. Вернемся к всему, к всей картинке, да. И мы видим, что дальше у нас попугай объясняет нам, что любимое угощение англичан в Рождество – это рождественский пудинг. Готовите его долго, а мы вот с вами приготовим свой пудинг. Есть его будет – нельзя, зато он прибавится им хорошего настроения. И посмотрите, к чему здесь пудинг. К тому, что у нас дальше игра «Пудинг из муки». Все написано, что необходимо для игры. Изображено, как это будет получаться. С утра коллеги, те, кто игру эту проводят у себя на уроках, и те, кто, в принципе, ее используют, да, на мероприятиях, в том числе по Новому году и Рождеству, еще и посоветовали на всякий пожарный застелить и пол газетами тоже. Вот посмотрите. Вам понадобится небольшое ведерко, один-два килограмма муки, много старых газет, несколько ложек, фартук и вишенка. Ее при желании можно заменить конфеткой. Нужно все застелить как следует газетами, стол, коллеги посоветовали желательный пол тоже, на котором будете готовить пудинг, плотно набить ведерко мукой, перевернуть ведерко, сделать кулич и осторожно украсить сверху пудинг вишенкой. Либо, соответственно, если у нас это конфетка, то конфеткой. И получится такой рождественский пудинг. А в чем заключается игра? В том, что каждый игрок, на которого хватило ложек, должен с помощью ложки осторожно отделять от пудинга небольшие кусочки. При этом вишенка, конечно, должна оставаться на месте. Кто уронит вишенку, тот и проиграл. В качестве наказания такого, но я думаю, что наказание-то в кавычках и с улыбкой можно только произносить, игрок должен без помощи рук достать вишенку из кучи муки. Конечно, здесь может пригодиться еще и фартук. То есть, пожалуйста, вот как раз здесь изображено на иллюстрации, как тот, кто проиграл, ребенок пытается вишенку достать из кучи муки. На утреннем вебинаре коллегам понравилось. Те, кто готовили сейчас как раз мероприятие, сказали, что себе тоже возьмут на заметку и поставят эту игру в план. Примеры с учебника Миле для второго класса. Посмотрите, юнит пятый. Merry Christmas. В самом же, да, у нас в начале, первом уроке, Chant. Как мы с вами поступим? Мы не просто на него посмотрим, мы его послушаем с вами сначала в записи с аудио, просто аудио, а потом я вам покажу, как выглядит это упражнение, если его выполнять с помощью обучающей компьютерной программы на интерактивной доске. Причем будет не только там уже начитанный сам Chant, но и будет специальное упражнение к тому, чтобы закрепить и отработать новые слова. Давайте сначала послушаем. Вот такое вот у нас было аудио, да, это если включить просто аудио к данному упражнению, и я вам обещала, что покажу, как это выглядит упражнение на обучающей компьютерной программе. Я вам покажу сразу видео, как выглядит, если выполнять это упражнение. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая вот обучающая компьютерная программа. Коллеги спрашивают, где ее найти. Найти ее можно в нашем интернет-магазине. Я надеюсь, что сейчас подскажут, кинут ссылочку в чат. Да, вот пишут, что супер и классно. Следующая страница, посмотрите, пожалуйста. В первом упражнении ребята поют песню Jingle Bells. Обратите внимание, что здесь песня, она такая, да, укороченная. Для второго класса как раз всего первые пять строчек. Давайте мы ее тоже с вами послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Так вот уже коллеги нашли, сколько стоит, и подсказали друг другу, где взять. И уже даже интересуются опять, что на экране. Повторяю еще раз, для тех, кто немножко припоздал, что у нас сегодня, когда мы слушаем аудио или смотрим с вами видео, но видео хорошо мы его хотя бы видим, а если мы слушаем с вами аудио, то будет черный экран, потому что одновременно включить аудио и смотреть на слайд-презентацию данная площадка вебинарная нам не позволяет. Посмотрим дальше. На этот пример, то есть после того, как у нас ребята пропели песню Jingle Bells, они работают дальше с упражнениями. Посмотрите, здесь все упражнения как раз на то, что я вам говорила, на выход в коммуникацию. Дан такой комикс. Комикс у нас здесь все собрано воедино, то есть нету реплики, не разнесены по героям, соответственно, это нужно сделать самому и подобрать каждую реплику к тому или иному герою. В третьем упражнении ребята делают поздравительную открытку. То есть все такие абсолютно новогодние задания. Третий урок. Listen, look and point. A Christmas story. Здесь у нас как раз комикс с короткими фразами, с полностью понятным сюжетом, потому что ребята смотрят на рисунки, и после того, как они его прочитали, все для себя новое узнали и выяснили, они поют песню We wish you a merry Christmas. Мы с вами посмотрим, как эта песня в обучающей компьютерной программе представлена в виде краоки, то есть она будет со словами, но то или иное слово, которое поется, будет подсвечиваться. Вот так вот очень удобно, да, то есть можно с ребятами разучивать песни, петь ее и одновременно следить за тем, какое слово, в какой такт будет петься. Не помню, сказала я или нет. В конце, если у нас останется время, то обязательно вам еще включу краоки к песням из учебника happyenglish.ru. Я взяла с собой на вебинар, приготовила две. Так что вот ту, что мы с вами слушали песню, я ее вам потом включу обязательно. Если останется время, то еще одну тоже. Посмотрите, да, ну как вы считаете, с помощью обучающей компьютерной программы интереснее песни будет петь? Или зависит от песни? Ну вот коллеги голосуют за то, что интереснее. Ну для ребят, я считаю, конечно же, да, им когда что-то на экране мигает и больше дает такого новогоднего настроения, наверное, будет немножко интереснее. Да, вот коллеги со мной соглашаются, что, конечно же, интереснее. Давайте посмотрим. Коллеги уже в чате готовят детей к концерту. Все, уже через вебинар. Вот так вот. Следующая страничка, тот же самый юнит, Merry Christmas, учебник мили для второго класса. Ребята делают, да, stocking, Christmas stocking, в который они будут складывать уже подготовленные из разрезного материала подарки. И затем это опять же все пойдет в коммуникативную игру, когда ребята будут общаться с друг с дружкой и спрашивать, что у них лежит в подарочном носочке друг у дружки. Да, детям очень весело, они с большим удовольствием поют, конечно же. Особенно, когда песни такие замечательные. Есть задания, например, прочитать рождественские открытки. В общем, таких заданий я покажу сегодня два. Одно запретий из мили для второго класса, а второе будет уже из неуменением English за шестого класса. Какие будут разные все-таки открытки, насколько мы увеличиваем немножечко сложность у ребят. Здесь у нас по заданию нужно просто познакомить их с тем, как выглядят поздравительные рождественские открытки в Англии. Смотрите, пожалуйста. Есть здесь и игры тоже. То есть, если мы до этого видели подвижную игру, здесь у нас игра, пускай и сидячая, но она настольная, и тоже по теме как раз Рождества и Нового года. Вот такой вариант игры тоже присутствует. Тоже можно, конечно же, использовать. Примеры из Enjoy English для второго класса, юнит второй. Задание. Расставь буквы на картинках в алфавитном порядке, узнать, как приготовить новогодний салат из овощей, которые любит Алиса. Смотрите, то есть все действия перепутаны между собой. Нужно правильно расставить буквы в правильном в алфавитном порядке, и, соответственно, получится рецепт. Либо такие два упражнения. Послушай разговор продавца новогодних игрушек с Алисой. Скажи, что она купила. Разыграй с одноклассником этот диалог. То есть, опять же, мы не просто с ними запоминаем какие-то слова, мы обязательно их учим. Как их можно на деле применить? Как с ними можно спеть песню? Как с помощью этих слов можно написать поздравительную открытку? Как можно кому-то что-то хорошее пожелать? Пожалуйста, все это здесь есть. Второе упражнение. Наши артисты играют в прятки в новогоднем лесу. Найди их, назови и пересчитай. И такие упражнения тоже, конечно же, на Новый год будут очень веселыми и замечательными. Перейдем с вами к третьему классу, учебник happyenglish.ru. Начинается все с уроков Ворона. Напомню, сюжет третьего класса. Здесь появляется еще злая волшебница Моргана. И в данном случае нужно Моргану найти, чтобы она не испортила людям Рождество. Давайте я немножко приближу. Для этого нужно и прочитать заклинание. И в четвертом задании ребята слушают Седрика, произносят за ним заклинание. Далее разговор Седрика и Ани. Посмотрите, Моргана снова где-то рядом. Наверняка захочет испортить людям Рождество. А Аня не соглашается. Ну так до Рождества же еще долго. Но ведь 7 января. А Седрик напоминает, что в Англии мы отмечаем Рождество 25 декабря. Это скоро. Тебе нужно сходить за подарками. А я полетаю по окрестностям, осмотрюсь. И, соответственно, у нас Аня идет за подарками. Она готовится к Рождеству вместе с семьей Дилонов. Смотрите, да. Послушай слова, повтори их за Хьюга. Все здесь у нас есть. Все слова. Все слова нам будут нужны не просто так, чтобы их прочитать и забыть. Ни в коем случае. Потому что дальше у нас есть задание. Нужно послушать разговор Ани и ее друзей. Отметить галочкой на рисунках в рабочей тетради все, что они увидели. Смотрите, есть здесь и песенка. Она обязательно у нас есть. Вот как она выглядит на двух разворотах. Но так, конечно же, нам очень мелко, поэтому я ее сразу приближу. А давайте мы ее тоже послушаем с вами. Задание здесь в данном случае нужно прочитать текст песни и заменить картинки словами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот коллеги пишут, что очень милая песня. Не могу не прочитать про то, что очень нравится огромный развивающий потенциал учебника Кларсаком и Кауфман. Был еще и комментарий про Моргану. Надо срочно вернуться наверх. Дети приходят на урок со словами «Давайте побыстрее искать Моргану». А в конце урока говорят «А что, урок уже закончился?» Настолько им это интересно. Соответственно, результаты детей налицо. Те, кто спрашивает про то, что не видно, когда мы слушаем аудио, коллеги, напоминаю, я сразу знаю, что это те, кто припоздал к началу. Потому что я говорила, что когда мы слушаем с вами аудио сегодня, то мы, к сожалению, не видим сам слайд, то есть не можем с вами смотреть на текст песни, потому что площадка вебинарная нам этого не дает. Либо мы слушаем с вами аудио, либо мы смотрим на презентацию. К сожалению, так. Но я обязательно вам еще раз показываю текст песни. Те, кто занимаются, я думаю, с удовольствием еще раз послушали. Как раз сейчас, по идее, должна быть уже эта тема. Итак, продолжим. В том числе и на утреннем вебинаре тоже коллеги сразу же вспоминали про замечательных оленей Санта-Клауса. И мы как раз дошли до 30-го урока учебника happyenglish.ru для 4-го класса. Это первая часть рубрика «Путешествие в Королевство». Вот посмотрите, пожалуйста, какие замечательные здесь олени изображены. Какая замечательная вообще картинка. И объясняется, что подарки на Рождество английским детям приносит Санта-Клаус. Он кладет их в чулки, которые дети вешают у камина вечером накануне Рождества. У Санта-Клауса нет снегурочки, но есть помощники. Английские дети верят, что на Санта-Клауса работает целая фабрика гномов и эльфов. Которые делают игрушки по детским заказам. Но самые преданные помощники Санта-Клауса – это северные олени, которые запряжены в его летающие сани. Смотрите, да, все это здесь нарисовано красиво. У каждого оленя есть свое имя. И в первом задании как раз ребята читают имена северных оленей. Коллеги часто рассказывают про то, что у них деткам так нравятся все эти имена, что они их даже успевают запомнить. Есть такое задание, оно, соответственно, и в рабочей тетради. Мы подойдем тоже, посмотрим буквально на следующем слайде. Третье упражнение. Посмотрите, посмотри на картинки и скажи, что можно делать в Англии на Рождество, а что делать не получится. То есть тоже из традиции, из сравнения того, что можно у нас на Рождество делать, обязательно можно у ребят спросить, что делают именно в Англии. То есть такое тоже социокультурная информация. Вот я говорила как раз пример из... Продолжение следует... 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 когда нужно нарисовать или написать свои ответы. Посмотрите, какие же мы вопросы ребятам задаем. Подарок, о котором ты мечтаешь. Какой подарок подаришь маме, какой подарок папе, и какой подарок брату или сестре. Смотрите, есть и куда написать строчки, есть обязательно, чтобы ребенок мог проявить творчество и порисовать. Вот как раз такие упражнения и прививают любовь к английскому языку, когда здесь тема «Доброе сердце», «Новый год», «Рождество». Игра happyenglish.ru для четвертого класса. Какие правила? Нужно играть втроем. Один игрок водящий, два других Санта-Клауса. Каждый Санта-Клаус заполняет свой мешок шестью любыми подарками из разрезного материала так, чтобы водящий не видел подарков. Затем водящий называет подарки в любом порядке. И если у Санта-Клауса есть тот подарок, который называют, то он из мешка его выкладывает. Побеждает тот Санта-Клаус, который первым выложит все подарки. То есть тот Санта-Клаус, который быстрее всех подарки раздарит. У нас следующая как раз песня. И до этого мы слушали с вами песню из happyenglish.ru для третьего класса. Теперь у нас песня Christmas Star из happyenglish.ru для четвертого класса. Сначала они слушают песенку. Говорят, о чем она. Есть три варианта ответа. Посмотрите, about a star, about Santa Claus, about Christmas presents. А затем они в пятом упражнении повторяют текст рождественской песни за Дианой. Давайте мы с вами тоже послушаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Игорь Алексею Дубровскому! Давайте чуть поближе вам прочитаю легенду, откуда пошло класть подарки именно в Christmas Stocking. Это Клаус решил помочь бесприданецам и бросил в каждый чулок по золотому слитку, чтобы они смогли выйти замуж. С тех пор в рождественскую ночь дети в Англии развешивают чулки перед камином, а утром находят в них подарки. Я думаю, что такая легенда тоже замечательно объяснит и ответит на вопрос ребят, который, конечно же, появится. И я думаю, он в начальной школе у них был уже, когда они столкнулись только с такой разницей, что у нас подарки кладут, как правило, под елку, а вот в Англии их еще и кладут в такие специальные чулки, рождественские чулки. Следующее упражнение, оно у нас вообще, посмотрите, в формате устной части итоговой аттестации. Describe the pictures. Здесь даны картинки. Четыре картинки, которые нужно описать, ответить на вопрос, что происходит. При этом обязательно нужно использовать определенную лексику. Данные, посмотрите, нужно слова использовать. Somebody, something, everybody, everything и так далее. То есть не хватает только такого плана, и будет прямо задание из устной части ЕГЭ. No Christmas for Him. Седьмой урок у нас начинается с такого названия. Идет работа с новой лексикой. Здесь в основном то слово nonsense, вокруг которого построено. Дальше урок. На утреннем вебинаре коллеги со мной согласились, что как только ребята слышат, что сегодня на уроке главным героем будет агент Кьют, у них тут же сразу улыбка до ушей, потому что это действительно залог хорошего урока, потому что он им всем очень сильно нравится. И у агента Кьюта есть несколько идей по поводу Рождества. Нужно послушать его песню и ответить на вопрос, любит ли агент Кьют Рождество. Давайте мы с вами эту песню тоже послушаем. Я вас предупреждаю сразу, что будет сначала задание. Вы посмотрите, как полностью все построено. Задание, прочитанный текст. И задание, прочитанный текст. Затем будет сама песня, и к ней будет караоке. Здесь караоке идет сразу в этой записи. И давайте мы сразу же послушаем, так сказать, в счет того, что у нас с вами такой был перерыв с интернетом. Давайте. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 У нас и песня, и караоке к этой песне. Как раз Клара Саковна еще раз напоминает о том, что у нас ко всем, в happyenglish.ru, ко всем песням есть караоке. Те, кто спрашивали, где песни искать, их искать можно на дисках к данным учебникам. И ни одну песню там найдете, а несколько, конечно же. Вот хвалят и ритмический рисунок коллеги, и то, что разные жанры, и те, кто до этого писали, что медленные не так сильно любят ребята, им нравится что-то побыстрее, то вот, пожалуйста, вам как раз Christmas Nonsense. Да, к песням, конечно же, есть задание. Посмотрите, даже здесь уже read the song and say, надо ответить на вопрос. Обязательно использовать слова, которые даны перед песней. После этого у меня, к сожалению, нет следующей страницы, но те, кто занимается, я думаю, подтвердят, что не в пустоту все это уходит, конечно же. Нюбиление Мингридж для шестого класса. Вот такая страничка. Опять же показываю вам то, что на теме Нового года и Рождества можно не только проводить мероприятия, но и, пожалуйста, здесь задание на чтение, чтение личного письма с выполнением последующих заданий в виде ответов true-false, либо ответы на вопросы. Задание, посмотрите. Либо то, что я говорила вам в самом начале, чтобы подтвердить свои слова, что есть еще и стихотворение, не только песни, да, Нюбиление Мингридж для шестого класса. Стихотворение Christmas Morning, да, здесь два четверостишия, но они ребятам точно понравятся, потому что они хорошо проиллюстрированы, тоже есть. Незнакомые слова даны с переводом, очень удобно, можно с ним поработать. Посмотрите, да, сразу вспоминается о том, что скоро должен быть ужин. Вот такой вот замечательный стол, а он не просто так изображен, а как раз к теме Нового года и Рождества. А нужно соотнести страны и те блюда, которые там на Новый год едят. Посмотрите. Да, то есть задание номер два у нас. Я специально не приближалась, потому что там практически ничего такого нет, чтобы вам было интересно, но тем не менее, да, вы видите, что само задание соотнести блюда, да, то есть мы даже до таких-то подробностей Новый год и Рождество разбираем. Еще пример нужно до этого, если мы посмотрели, какие в принципе dishes пользуются популярностью в той или иной стране, то сейчас мы смотрим с вами на третье задание, нужно ответить на вопрос, какие самые популярные блюда на Новый год в России. И у нас дана такая spider gram, в который три слова вписаны, а еще трех не хватает, да. Более того, мы всегда просим ребят еще что-то вспомнить чуть больше и тоже нам это все сказать. Есть то, как на это задание нужно отвечать, да, как его правильно доложить своим одноклассникам, и после этого они пишут письмо на радиопрограмму о популярных блюдах на Новый год в России. Смотрите, данная заготовка, и они должны по ней до конца все написать. Есть и такие задания, чтобы были связаны прямо социокультурно с празднованием Рождества в России. Смотрите, пожалуйста, здесь и купание в проруби нарисовано, и указано, как это будет по-английски называться, да, и про то, что дети ходят, поют калятки. Про хороводы, водят хороводы, катаются на санях, одевают костюмы и маски, прыгают через огонь, да, пожалуйста, все такие, и пускай старинные какие-то традиции, и нынешние тоже, да, которые сейчас есть, все здесь изображено, и после этого ребята как раз обсуждают, что современно, а что уже устарело. Говорила, что покажу вам уже упражнения с новогодними и рождественскими открытками, но чуть для старших ребят, для шестого класса. Посмотрите, по заданию нужно найти различия между британскими поздравительными открытками и русскими. И они все здесь нарисованы, даны, то есть ребята их сравнивают и рассказывают, что между ними общего, а что разное. Такие задания, согласитесь, тоже готовят напрямую уже к сравнению картинок в устной части единого государственного экзамена. Есть и целые даже проекты. Посмотрите, не миллионимингер до шестого класса, Christmas party, нужно выполнить пошагово все данные упражнения. Давайте мы по порядку посмотрим, что нужно сделать перед вечеринкой. И испечь печенье, да, и сделать хлопушки, и украсить класс, да, и сделать пригласительные открытки. Обязательно во втором задании у нас есть план мероприятия, нужно распланировать, что, зачем будет следовать. Есть в третьем упражнении quiz, да, уже такой реба с заданиями, нужно его весь прорешать, отдать правильные ответы, за них какие-то призы обязательно раздать и до этого их приготовить. И, конечно же, завершить праздник таким Christmas party, замечательным таким стихотворением, посвященным как раз, да, рождественской вечеринке, но в стихотворении не хватает четырех слов, они оттуда выпали, их нужно вернуть назад и прочитать, и, конечно же, желательно наизусть, да, данное стихотворение. Здесь два четверостишия, шестиклассников, которые готовят данный проект, я думаю, это не будет очень сложным. Говорила, что покажу еще пару примеров из дополнительных пособий, я вот нашла такую замечательную рождественскую историю в RedUp, да, это маленький комикс, смотрите, пожалуйста, с иллюстрациями, нужно прочитать историю и разгадать загадку, сказать, в какую страну ребята отправились, то есть такой он развивающий, получается, комикс. И в другом упражнении ребята знакомятся с тем, что в Великом Устюге есть музей, да, что там в этом музее всегда Рождество и Новый год, что там можно увидеть и шары, и звездочки, и всякие украшения, да, огоньки, и много-много елок. Вот, пожалуйста, такие примеры. Спрашивали в чате как раз меня о новых пособиях и про пособия к ОГЭГ тоже были вопросы. Посмотрите, пожалуйста, готовится у нас к выпуску книга Клары Саковны Кауфман и Марианы Юрьевны Кауфман «Итоговые контрольные работы для выпускников начальной школы». Перед вами иллюстрация. И что он в себя включает? Он включает 4 теста. Использовать такой может сборник с любым учебником, это очень важно, и очень часто спрашивают, будет ли такой, да, такой будет. Задание в нем на все виды речевой деятельности, то есть здесь будет раздел и аудирование, и чтение, и лексика, грамматика, письмо и говорение. И задание тестов соответствует примерной программе по иностранному языку. Более того, я вам скажу, что там хорошее методическое описание, как с ним лучше работать. Есть шкала оценивания, то есть вплоть до совпадения школьной оценки с баллом, который ребята получают за выполнение той или иной части теста. То есть очень удобно для педагога считать, какую оценку потом поставить. Из того, что уже вышло, давали уже коллеги ссылки в чате. Так, когда приблизительно планируется выход? Выход пособия планируется на следующей неделе, коллеги. Вот как мне, по крайней мере, вчера говорили. Так что, в любом случае, вы следите, пожалуйста, за обновлениями на форуме www.incluistice.ru. В новостях, как только новинка появится, мы сразу же об этом вам сообщим. Также мы об этом обязательно напишем, если вам удобнее смотреть новости ВКонтакте или через Фейсбук, то подписывайтесь на наши страницы. Мы есть и там, и там. Мы тут же сразу же, конечно же, сообщим вам эту замечательную новость. И вышли уже две новинки по подготовке к устной части ОГЭ и устной части ЕГЭ. Автор обеих книг Радислав Петрович Милрут. Давайте сначала про ОГЭ вам покажу и расскажу. Пособие 15 тренировочных тестов. Замечательно тем, что тематически все тесты соотносятся с темами примерной программы по иностранным языкам. То есть можно повторить лексику по именно темам, которые ребята изучали до 9 класса. Задания все по уровню сложности, по формату полностью соответствуют заданиям устной части ОГЭ 2016 года. Также пособие подойдет для контроля умений и говорения у тех учащихся, кто не собирается сдавать ОГЭ. То есть вы можете его использовать, это пособие просто даже на уроке. Может использоваться и для занятий в группе, так и для индивидуальных занятий и самоподготовки тоже. Удобно для самоподготовки тем, что есть аудио. Аудио содержит в себе начитанное задание 1, то есть тексты для чтения, и задание 2, то есть вопросы телефонного опроса. Аудио сделано носителями языка, и скачать его можно абсолютно бесплатно по QR-коду, который расположен на обложке, либо по ссылке на интернет-источник, который сзади книги указан. То есть в любом случае аудио вы себе получите. И о ЕГЭ также расскажу тоже устная часть, автор Радислав Петрович Минерут. Всего в книге 160 упражнений, по 40 упражнений на каждую часть экзамена. Посмотрите, пожалуйста, все упражнения по формату, тематике, уровню сложности соответствуют заданиям устной части ОГЭ 2016 года. Можно использовать и на уроках, и на дополнительных занятиях. Есть аудио, записаны все задания номер 1. Аудио сделано носителями языка. Учащиеся могут использовать аудиозапись для самопроверки. И по QR-коду ее также можно скачать. Аудио можно скачать бесплатно. И чем еще примечательно пособие, то что если в ОГЭ это 15... That's it!